Уважаемые дамы и господа, я президент компании Семанс Прогрейн и я рад приветствовать всех сельхозпроизводителей России. Я от лица всей нашей компании благодарю вас за выбор нашей селекции и высокую оценку наших трудов, поскольку согласно опубликованным данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Прогрейн стал самой высеваемой селекцией за прошедший год. Сейчас очень напряженное время проверки, доработки, пасовки и отправки семян по всему миру. Я стараюсь контролировать каждый шаг. Вот почему я не могу находиться с вами. Но я всецело доверяю нашим профессиональным сотрудникам Российского офиса во главе с Юлией и желаю вам провести хорошую конференцию с нашим партнером компании Сингента, со всеми интересующими вас вопросами по возделыванию и сбыту такой замечательной культуры, как соя. Я желаю вам отличных урожаев совместно с селекцией Прогрейн. Дорогие сельхозпроизводители и партнеры, я Жером Дюклоу, директор по продажам в Европе компании Сингент, а также Сингент. Я базируюсь во Франции. Я хотел бы поблагодарить вас от лица канадских коллег за то, что вы прислушиваете с командой Юлией, а также за ваше доверие нашим продуктам на протяжении уже 18 лет. Мы вновь заняли первое место по продажам Семен Сой на рынке России. Действительно, благодарю вас. Как небольшая семейная агрокомпания, мы гордимся этим результатом, и мы будем продолжать инвестировать в бизнес и фокусироваться на сохранении наших позиций. Я хотел бы кратко рассказать о сильных сторонах Семанс Прогрейн. Основная сильная сторона Семанс Прогрейн – это масштаб селекционной программы, в том числе с химическими гигантами. Мы являемся единственной селекционной компанией, посвятившей себя исключительной селекции сои. Мы начинали свой путь в 80-х и продолжаем его до сих пор. Ежедневно мы прилагаем все наши усилия на улучшение качества сои. Мы живем в сои, мы мечтаем о сои, мы пьем сои с единственным исключением, что большинство из нас все еще отдает предпочтение настоящему мясу. Говоря о результатах и цифрах, мы ожидаем регистрацию пяти новых сортов в 2024 году, и мы уже подали четыре новых сорта на регистрацию в 2025 году в России. Кризис COVID-19 внес корректировки в наши планы, но мы его преодолели. Также, к вашему сведению, с 2020 года Симонс Прогрейн зарегистрировала 19 новых сортов во всей Европе. Вы можете удовлетворить эту цифру, если добавить рынок Канады. Другой сильной стороной сегодня является внесение Симонс Прогрейна о изменении в процесс селекции. Мы решили покончить с эмпирическими стравовыми методами и прыгнуть в эту новую технологию. Были приняты серьезные кадровые решения, как замена ведущего селекционера. И передача руководства молодым биомолекулярным генетикам, таким как Сильвен Регей, наш директор по исследованию. Таким образом, Симонс Прогрейн в своей работе использует молекулярные маркеры в силуке, геномное прогнозирование количественных качественных признаков, распознавание фенотипичных признаков. Образно говоря, раньше мы бежали так быстро, как только могли, но почти вслепую. Теперь мы будем бежать больше, и у нас будет карта достижения цели. Как вы могли заметить, Сивита Дженетикс – это второй бренд с Симонсой, который представлен на рынке команды Юлии. Что же это за бренд? Сивита Дженетикс – это вторая компания, большая доля которой принадлежит Симонс Прогрейн. У нас один генеральный директор Аладдю Турно. Эта канадская компания была куплена несколько лет назад и вышла на рынок похожим образом, как Симонс Прогрейн. Это тоже фермерская компания, специализирующаяся исключительно на соевых бобах, а именно на выведении сортов премиум класса, которые подходят для рынков продуктов питания и кормового направления. Цель заключается в том, чтобы распределить затраты маркетинга, исследования новых технологий, налогов, инвестиций в технологии, чтобы получить пользу каждой стороны, сохраняя при этом независимость обеих программ селекции. Эти две цели сохраняются по сей день, поскольку Сивита Дженетикс по-прежнему регистрирует и продает семена сои по конкурентной основе в Канаде и Европе. Таким образом, сегодня вы можете воспользоваться преимуществами двух канадских производителей со своими генетическими особенностями, убедиться в надежности и профессионализме обоих брендов. Вы можете выбрать продукт, наиболее подходящий вашим агроклиматическим условиям и потребностям вашего рынка. Не стесняйтесь спрашивать у команды Юлии дополнительную информацию о сортах Сивита Дженетикс. Текущий период года является часом пик для всех семянных компаний. Не так давно мы собрали урожай, сейчас проверяем качество и формируем коммерческое предложение на сезон. Поэтому вы понимаете, почему я не могу присутствовать в России. Я хочу заверить вас о полном участии компании Симас Прокраин и Сивита Дженетикс в работе вашего рынка. Мы продолжаем производить семена на территории Российской Федерации под строгим контролем наших экспертов и агрономов. Мы продолжаем искать новые сортах, которые лучше всего подойдут вашему рынку. А также в скором времени начинаем селекционный процесс в России. Я желаю вам успехов в новом посевном сезоне. Мы показали наши масштабы селекции, которые будут далее локализовываться в России. Это селекционная команда Прокраин. Она же на сегодняшний момент совместно с командой Сивиты продолжает селекционные процессы. И на сегодня и в России мы формируем тоже, кроме наших агрономов, подключаем селекционеров. И дальнейшая селекция будет также вести в России. Это на сегодня команда в России, которая обслуживает два бренда – Сивита и Прокраин. Почему она здесь? Потому что мы можем подобрать сорта от Брянска до Дальнего Востока. Все соесеющие зоны и более 17 стран мира мы можем обеспечить нашими сортами, которые также проверяются во многих локациях, о которых далее расскажет наш директор по производству. Прокраин существует с 2010 года. Сивиты зарегистрированы с 2015 года. Причем в 2024 году мы будем праздновать десятилетие Прокраина в России. Соответственно, мы приглашать будем на наше мероприятие всех вас. Сейчас, милости просим, локацию мы на сегодняшний момент выбираем. Прокраин и Сивита имеют программу, которая имеет только три селекционных компании в мире. И мы выводим на сегодняшний момент сорта, которые также будут представлены на России. Это высокоолеиновые, антиоксидантные и рыбные. Четыре основных этапа, которые проходит каждый сорт, и только рыбные сорта, как мы их называем, сейчас в зоне тестирования. Соответственно, мы ожидаем все эти специфические сорта на нашем рынке. Мы говорим о том, что в Прокраине Сивита она не только не ушла, продолжает развиваться. В Прокраине более 120 специалистов, агрономов в Сивите на сегодняшний момент 60. Прокраине имеет именно свою упаковку, потому что встречаемся с большим количеством действительно фейков под наши продукты. На нашем сайте Прокраине вы можете всегда увидеть телефоны, наши продукты, описание, результаты. И сайт Сивиты у нас в разработке. Сивита всегда отличалась специфическими сортами для рынка Азии. То есть там изначально шла специализация под состав кислот. У Прокраина это протеин и урожайность. И на сегодняшний момент, далее вы увидите, это действительно подтверждается. Уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Кто меня не знает, зовут меня Николай Коновалов. Компания Прокраина работает с момента ее открытия в России. Начинали сортами работать, когда еще Прокраин в России офиса не было. Ну как бы здесь слайд вводный для меня, ну такой символичный. То есть здесь немного информации, что я и как бы много точек, год. То есть как Юля сказала, у нас следующий сезон, это юбилейный в России. С момента открытия компании прошло 10 лет. То есть как бы здесь буквально там в трех слайдах я покажу, чего мы достигли на данный момент. И какие перспективы у нас есть, ну и чем мы занимаемся, собственно. Ну наша линейка, то есть исторически уже всем известно, что есть сорта Quality Pro, так называемые протеиновые. Потенциал на данный момент пока не превзойден еще никем. Я дальше остановлюсь на этом. И так называемые высокоурожайные сорта, генетика которых была направлена на повышение высокого урожая. А то, что высокопротеиновые сорта не дают урожай, как бы здесь, такой прямой зависимости нет. То есть в благоприятных фонах, в благоприятных условиях оба группы сортов способны давать достойный урожай. По количеству локаций, то есть мы компания семенная, но нам очень интересно все, что связано вокруг сои, то есть технологии, зоны, различные виды обработок, различная защита, удобрения. То есть мы экспериментируем, как бы наша больная голова не дает нам покоя, то есть мы каждый год что-то придумываем, да, чтобы что испытать, как, скажем так, сделать шаг, еще один шаг технологии выращивания сои. Да, как бы мы очень много анализируем информации разных вариаций, то есть как бы, ну и в принципе готовы с этим делиться. В принципе, когда я там делал презентацию, на этом слайде я хотел, в принципе, закончить презентацию, даже сделать его вводным. То есть для тех, кто не сталкивался с такими приборами, это портативный прибор для определения протеина, то есть в полевых условиях измеряется протеин. То есть это на одном из наших сортов 56 протеина в производстве. Как бы если, ну, скажем так, какое количество сортов это позволяет сделать, у нас, в принципе, в линейке, ну, довольно-таки много уже сортов, которые позволяют в хозяйствах получить такие показатели. То есть с приходом того же раннеспелого сорта Аленска, которая произвела переворот сознания и переработчиков, переворот сознания и производителей, когда соя в среднем там с 34% протеина скопнула на 44, то есть 10% плюс, как бы это было, ну, для многих, ну, ранее неосуществимо. То есть с приходом нашей высокопротеиновой линейки сортов мы получили протеин гораздо выше, чем требуется тем же производителям. Ну, в двух словах, да, чем мы занимаемся, как бы текущая ситуация, мы ведем семеноводство порядка 17 сортов для разных зон, то есть это раннее, среднее и позднее группа. То есть, в принципе, все ниши соеседние мы закрываем в любом регионе, то есть мы можем подобрать сорт, в принципе, для любого хозяйства, который хотят или который выращивают сои, но пока с нашими сортами не работали. То есть на данный момент соя действительно далеко шагнула на север, то есть Владимирская область, Подмосковье, Калининград, как бы те регионы, которые ранее сою не сеяли, но сейчас они смотрят из-за экономики на эту культуру, потому что, в принципе, ну, жизнь обязывает, да, что здесь скрывать. Ну, также новые сорта, ну, как Юля сказала, мы в этом сезоне, ну, в сезоне 23-го года, скажем так, прошли, ну, так называемое повышение квалификации, да, то есть у нас канадские селекционеры онлайн, ну, скажем так, открыли свои секреты, как они ведут селекцию, что они делают, то есть мы в этом году делали пробные скрещивания, да, мы сейчас ищем селекционера, который будет соответствовать, как бы, нашим требованиям, ну, это следующий этап, следующая новинка, да, как бы, нашей работы в России. Ну, третий пункт, мы начали поддержание сортов от питомников испытания поколений в России, то есть для тех, кто, как бы, не сталкивался с этим, то есть мы здесь производим предпитомники, то есть мы, как бы, выращиваем весь цикл сорта в России. Ну, и новые линии, как бы я говорил, то есть нам потихоньку передают канадцы свои новые линии, то есть то, что они видят в нашей зоне, ну, и также эти линии, которые они у себя отметают, но, по нашему мнению, эти линии у нас могут показать, потому что они не могут у себя оценить в Канаде сорта на ту же заскоустойчивость, еще на какие-то моменты, то есть мы стараемся максимум материала испытать. Возможности сортов, да, как бы, я не буду останавливаться на каждом сорте в нашей линейке, на всех 17, потому что это займет много времени, ну, как бы, в блоках, да, раненеспелая соя Сибири, Аляска и новинка тайга, то есть в чем плюсы-минусы, Сибири подтвердила в этом году свое направление высокой урожайности, то есть до, без полива, до 36-38 центов с гектаром мы на ней получали в условиях черноземья. Аляска, как бы, подтвердила свою непредвиденность по протеину, то есть те хозяйства, кто сеет Аляску, стабильно получали высокий продукт, в том числе и в этом сезоне. Ну, и такой урожайный блок сортов, соединение нашей группы, то есть, в принципе, по канадской характеристике тепловые единицы 2,500, 2,650, то есть, в принципе, тот урожайный клин, который позволяет, ну, и позволил нам в этом году получить урожай значительно выше запланированного. Средний диапазон начинался где-нибудь от 30 центов и заканчивался по некоторым полям, по некоторым сортам на отметке 52, то есть, в принципе, Курск, Белгород, Воронеж, средняя урожайность 36-37-43, как бы, никого не удивляло уже из нас, и когда там отчеты, каждый день там агрономы скидывали там по уборке семян, уже, как бы, было страшно, что будет дальше, куда девать столько семян. То есть, у нас довольно-таки много выросло семян именно в среднеранней группе. Ну, и блок на Алинах, последняя регистрация Юнка Алина, компания Севита. Чем интересна Юнка? Сорт, который сочетает в себе и масло, и протеин. То есть, все знают, что соль ценится за протеин, как бы, все переработчики ориентируются при закупке на протеин, но масло, приятный для них бонус, так как они на масле уже чисто получают прибыль. Ну, и в отдел новинок я отнес сорт Cassidy. Этот сорт уже ранее известен, но по определенным причинам семеноводство было восстановлено. Последние два года мы ввели восстановление этого сорта от питомников, и в сезоне продаж 24-го года он уже будет у нас в продажах. То есть, сорт интересен, направленность именно на получение высокого протеина. Ну, этот сорт был один из первых, который отличался премиальным содержанием протеина. Ну, производственный бутин, да, к чему мы пришли за 10 лет работы. То есть, мы серьезно опустились в норме высева. То есть, за счет хорошей очистки семян, за счет технологичности сортов, мы в среднем сейчас сеем в диапазоне 80-100 кг семян при массе 1180-200. То есть, это в тысячах где-нибудь, там, 370-450 тысяч семеноводство в участке мы в таком диапазоне ведем. Норма высева – это такой больной вопрос для многих. Кто-то сеет 150 кг, кто-то 170 кг. Ну, по разным причинам это тоже может быть реально. Но, тем не менее, мы своим примером показываем, что норма высева на сои должна уменьшаться. Неотъемлемый пример для сои приема – это инокуляция. То есть, кто сеет сои, сои нужно делать инокуляцию однозначно. Ну, и защита, как бы, здесь в любом случае нужно обращать внимание. Ну, эксперименты, как бы, ну, как уже говорил, наша больная голова не дает покоя рукам. То есть, мы со многими компаниями, очень плотно, в том числе сингентой, работаем под выбором разных схем для защиты сои, то есть, в разных условиях. Очень часто стоит вопрос, там, как защитить сои. Ну, и спрашиваешь в хозяйстве, а какое состояние? Ну, мальчик чуть больше 15 сантиметров, да, что делать? Это такой один из самых ходовых вопросов. То есть, что делать? Мы, как бы, вот ищем сами на своем примере, какие варианты могут безболезненно, скажем так, защитить сою в широком диапазоне вегетации. Также обработка семян. Мы довольно-таки много экспериментируем. В этом году, вот Юля говорила, что у нас там большой блок испытаний. Здесь, как бы, ну, она сказала 820, здесь было чуть-чуть больше делянок. То есть, здесь были опыты по сортам, около 500 сортов, в том числе наши новые линии. Все сорта, которые были, ну, которые присутствуют в Европейской России, на Дальнем Востоке, в Краснодаре. То есть, мы видим ежегодную оценку. Мы понимаем, что пока в десятке сортов высокопротеиновых, не так много сортов, кроме нашей селекции. Ну, отдельно оцениваем по нормам выселок, урожайности. И также подбираем линии для скрещивания, то есть, оцениваем линии для скрещивания, что нам передали к канадце, для того, чтобы понять, насколько есть лицеобразность работы с ними в наших условиях. Там более 50 схем обработки семян, более 70 вариаций питания. То есть, как бы, это был такой большой глобальный эксперимент, да, то есть, ушло на него довольно-таки много времени. Доброго дня. Мы хотим, чтобы представить нашу компанию, группу компании Эканива. Основная наша задача – это производство сырого молока. Эканива семена – это селекционно-семеноводческий блок, который находится в составе группы компании. В этом году нам исполнилось 25 лет, как в Эканиве началась программа семеноводства и далее селекции. На сегодняшний день в нашем портфеле 78 сортов полевых культур различного применения и направления. Но сегодня хотел бы представить вам нашу программу по сои. Программа селекции в Эканиве была развернута в 2015 году. Начали мы с озимой пшеницы. В 2018 году открылся у нас селекционно-семеноводческий центр в Курской области. В 2019 году стартовал программу по селекции сои. К сожалению, селекционеров не могли найти по всей России. Нашли только в Белоруссии. У нас два сотрудника работают. Кандидаты наук, авторы таких известных сортов до сегодняшнего дня. Это Припять, Волма, Рось и многих других. Зовут их Денис Галаенко и Владислав Розенцвейх. Пришли уже с готовым материалом, который дальше воплотили в работу. И, соответственно, эти сорта компания включила в реестр. На что делали упор в направлениях селекционного процесса? Это создание сортов сои групп спелость 2, 0 и 3, 0. Сумма активной температуры необходимы для созревания 2200-2400. Ну и, соответственно, адаптированных к аэроклиматическим условиям Центрально-Черноземного региона и Дальнего Востока. То есть там, где большинство сои выращивается. Далее, создание сортов сои групп спелости 3, 0 и 4, 0. Сумма активных температур 1900-2200 градусов. И адаптированных к аэроклиматическим условиям северных регионов, таких как Центральный, Средний Волжский, Западно-Сибирский. И третье направление – создание высокобелковых сортов сои групп спелости от 4, 0 до 2, 0. Со стабильным высоким содержанием белка до 50%. Здесь представлены сорта, которые уже включены в реестр. Это N-Argent, N-Argument, N-Accent и новые линии, которые сейчас находятся в государственном сортоиспытании, о чем я расскажу далее. И те линии, которые в настоящий момент передаются на воссортоиспытания. Локация селекционного процесса размещена, находится в Курской области на интенсивном агрофоне. Всего у нас в разработке 170 гектар для процесса селекции на сегодняшний день. Параллельно проводим экологическое испытание на стабильность и засухоустойчивость Воронежской области. И рассматриваем Самарский регион, потому что там находится одна из производственных площадок группы компании Каньева. По Дальнему Востоку работаем с Амурской областью. Есть локации для северных регионов в Центральном федеральном округе, это Калуга. И Сибирский федеральный округ, это Новосибирск. Генетика ведется по фотопериодической реакции. Также активно работаем с геномной селекцией. Ведется поиск генов, связанных с урожайностью в разных аэроклиматических условиях, на высокое содержание белка. Было выявлено именно нужное, необходимое количество локусов. С сильными мы не работаем, потому что это сорта позднего срока созревания. Нам интересны слабые гены, потому что это сорта с ранним сроком созревания. Задача прежде всего стоит для того, чтобы после посева сои мы могли активно перейти в посев азимой пшеницы. Потому что на сегодняшний момент азимая пшеница, какая бы она ни была по урожайности и качеству, это стратегическая страховая культура в России. Хотелось бы представить сорта сои собственной селекции и в целом, что на сегодняшний момент есть в нашем портфеле. Первый сорт, который попал в реестр, это Эн Аргента. В реестре с 2020 года по Центральщиноземному региону. Далее подали его на расширение. С 2023 года он в реестре по Центральному и Средневоложскому региону. Группа спелости 3.0. Сумма активных температур до 2200 градусов. Вегетационный период до 106 суток. В зависимости от широты и климатических условий. В период вегетации. Уборочная спелость 25 августа, 5 сентября. По климату 2022 года мы засеяли площадь, занятую озимами, порядка более 80%. Соответственно созревание сорта дало нам такую возможность посеять озимой пшеницы. Максимальная урожайность этого сорта была получена в условиях Белгорода и Курска. Слыша 5 тонн на гектар. Это прибавка к стандарту сортоиспытаний 7%. И значительная прибавка по сортоиспытанию получилась в Орловской и Тамбовской области. Содержание белка до 42%. Содержание жира до 22%. Рекомендуемость стеблестой, хотелось бы на этом заострить ваше внимание, до 500 тысяч растений на гектар. В предыдущей группе, кстати, нашим рекомендациям не придерживались, загустили посев. К сожалению, реакция по урожаю сказалась. Интенсивный тип реакции у сорта на агрофон, как по урожайности, так и по белку. Сорт имеет усиленное компенсаторное влияние. Соответственно, стабилизируется урожайность из-за того, что присутствуют боковые побеги. До 6 побегов. Все типы роста по нашим сортам, нашей селекции индетерминатные. Рубчик у этого сорта светлый, желтый. Преимущество сорта. Надежный предшественник азимых. Это мы уже выявили в результате собственного производства. Ну и, соответственно, на основании ваших отзывов. Максимальный потенциал урожая в группе 3.0. Высокая отзывчивость на макроэлементы. Повышенная способность к ветвлению. Уже говорил. Низкая норма высева до 80 кг на гектар. Без технологических недостатков. И один из важных факторов – это то, что практически отсутствует у этого сорта твердосеменность. Второй сорт – N-акцент. Он включен в реестр по Центральному региону с 2022 года. Но ничего не мешает этот сорт возделывать при условии, чтобы снизить нагрузку техники на уборки. Это можно и в Центральном черноземье пробовать. Рупа спелости 3.0. Сумма эффективных температур 2200 градусов. Вегетационный период до 110 суток. В зависимости от погодных условий и широты применения. Масса – 1000 семян до 200 граммов. Урожайность, полученная в сортоиспытании, максимальная в третьем регионе – 3,5 тонны. Прибавка к стандартам – 18%. Содержание белка – до 44%. Здесь уже по рекомендации в стеблистое норма традиционная – до 600 тысяч растений на гектар. Крупное зерно пищевого качества, высокое содержание белка. Ну и новинка еще одна по сибирскому региону. Очень ранний ультраспилый сорт. Это N-аргумент, включен в госреестр по региону Западная Сибирь с 2022 года. Также рекомендации наших селекционеров. Можно этот сорт возделать и в центральном регионе, ну или в север центральной черноземной зоны. Рупа спелости 4.0. Сумма эффективных температур 1900 градусов. Вегетационный период до 105 суток. Рекомендуемое содержание белка до 42%. Стеблистой – до 700 тысяч на гектаре. Скороспелый сорт. Можно выращивать до 54 градуса северной широты. Здесь представлена информация по урожайности в производстве. В этом году это данные наших клиентов, которые покупали у нас семена. На сегодняшний момент, в принципе, мы уже готовы предложить на рынок коммерческие партии. Но, к сожалению, N-аргумент уже стремится к нулю. В этом году мы участвовали в агрополигоне Самарской области по СОИ. Два сорта N-аргумента N-акцент получили у нас дипломы. N-аргумент – самый ультраранний сорт на Багаре. В момент проведения мероприятий сорт уже 30 дней находился в стадии перестоя с момента физической спелости и уборочной спелости. Но, тем не менее, растрескавшихся бобов было очень мало. N-акцент получил диплом как самый высокопротеиновый сорт на Багаре. На сегодняшний момент мы дальше работаем по селекции новых сортов. В госсортоиспытании второй год заканчивается по двум линиям. Дальше две линии передаем в этом году. И одна линия N-14-32 выделилась по содержанию белка до 50%. Проводим экологическое испытание в условиях Амурской области. Также стремимся к получению пластичных сортов, чтобы могли одновременно произрастать и в центрально-черноземном регионе, и на Дальнем Востоке. В портфеле присутствуют еще и другие сорта. Североамериканская селекция – это OAK Prudence, всем известный сорт, с 2015 года в реестре. Так называемый автомат Калашникова, который дает в любых условиях, в любой год, на любых землях стабильный урожай. Но также замечено, что высокое получение жира на этом сорте. В этом году у нас есть один клиент, у которого крупнейшая переработка соевых бобов. Для них важен выход жира с гектара. Получили они 23% на этом сорте. И еще один сорт – это европейская селекция Австрия – Гэл Мелани. Группа спелости 2.0, сумма эффективных температур – 2400 градусов. По результатам 2023 года в Экониве выращивается свыше 33 тысяч гектар сои. Сорта собственной селекции занимали площадь в 2023 году свыше 13 тысяч гектар. Семеноводство сои в Экониве ведется на площади 5,5 тысяч гектар. Компания Consids – это новый игрок на рынке семян. Компания Consids является научной организацией, которая выводит, производит питомники и передает дальше нашему эксклюзивному дистрибьютору – это группе компании Миратор, которые дальше размножают семена и продают. Хотелось бы остановиться на том, что в сегодняшних реалиях поиск хороших семян является чуть ли не самой основной задачей. Поэтому компания Consids и группа компании Миратор готовы предоставить необходимые семена в соответствующие всем условиям. В ассортименте компании в настоящий момент присутствуют 6 сортов сои – яровая пшеница и яровой ячмень. В стадии регистрационных испытаний новые сорта сои – яровая пшеница, яровой ячмень, горох. Также мы ведем работу по рапсу, яровому и озимому, по кукурузе и по подсолнечнику. Таким образом мы стараемся закрыть все необходимые культуры, которые требуются сельхозтоваропроизводить. Все испытания, которые у нас происходят по предрегистрационным, регистрационные и маркетинговые, происходят в разных локациях нашей страны – от Дальнего Востока до Брянск, Рязани. Мы охватываем большое количество регионов в этом процессе. Также в 2020 году у нас организован фелекционно-семеноводческий центр на базе группы компании «Мираторх» в Воршневом. Я думаю, часть из вас уже там была в этом году и в прошлом году на дне поля, которое мы устраивали. В 2023 году мы приняли решение о закладке теплиц с фитотронами для того, чтобы производить круглогодичное скрещивание и производство семян в России. Поэтому я перейду к рассмотрению основных сортов, которые уже зарегистрированы и уже имеются семена для реализации и которые выходят с регистрационной комиссии. Начнем мы с самого раннего сорта – сорт «Юкон». Сорт, направленный на получение высокого протеина. Сорт хорошо отзывается на узкое междуряде, имеет невысокий коэффициент витления, но имеет выдающиеся показатели. Здесь показаны данные этого года в производственных условиях. Пришлось чуть-чуть табличку свою укоротить. Вчера заместо самых красивых данных из демо-полигонов и с селекционных линий пришлось выбирать, оставить только производство. Поэтому можете отмечать, что протеин самый низкий и был получен в этом году из 47% по СВ. Это самый низкий протеин вообще этого года. Переходим к более позднему сорту – это сорт «Альберта». Сорт, направленный на получение урожая. У данного сорта отмечается большой коэффициент витления. Самое минимальное, что я на нем получал, это было 3,5%, а максимально доходило до 6%. Вы можете отметить, вот, производственный посев растений с середины поля. Здесь показаны также данные по урожайностям этого года. Здесь, как раз вы просили, тенденция очень хорошо просматривается, но при этом урожайность. Хотелось бы отметить, что в условиях Алтайского края этот сорт убирался без диссекации. Он сам вызрел и успел их до морозов, которые в Алтае приходят неожиданно. Переходим к следующему сорту, который у нас есть для реализации. Точнее, не у нас, а у компании «Мираторг». Он является одним из поздних, в которых уже есть регистрация. Дальше я буду рассматривать сорта, которые выходят только с получения допуска. Сорт «Фулфорд» – это нечто среднее между сортом «Альберта» и «Юка». У него высокая урожайность и высокое качество протеин-масла. Хотелось бы еще отметить, что на сорте «Фулфорд» минимальная масса 1000, которая была нами получена – это 230 грамм. То есть, сорт отличается большими крупными семенами. Можете также отметить, что урожайность в этом году минимальная была Алтайский край. Ну, это выпадающая. А если рассмотреть из «Централки», это было 35,9. Переходим к новым сортам, которые у нас выходят с рынка. И, по-моему, семян в этом году, в условиях 2024 года, нет на реализацию. Сорт «Реджана» – это сорт, который направлен на получение масла. Вы можете отметить, что в этом году в компании «Мираторг» в Ставропольском крае урожайность была получена 49,9. В «Аметисте» Краснодарского края урожайность просела из-за того, что в момент налива бобов Краснодарский край начало жарить, и произошло перескакивание двух фаз. Но, несмотря на это, получился и хороший протеин, и хорошая доля масла. Переходим к сорту, который является одним из самых поздних, что у нас выходит с допуска. Это сорт «Манитоба». Сорт «Манитоба» – это мощное растение, высотой растения где-то от метра до метра семидесяти, с мощной корневой системой, с мощным стеблем, с очень хорошими показателями. Коэффициент светления на данном сорте от пяти. То есть, данный сорт нужно сеять широкорядно. Вы можете отметить, что урожайность в этом году в среднем – это 40. Ну, и как раз и средний протеин тоже 40. Следующий сорт – это самый поздний из того, что у нас сейчас выходит из регистрации. Это сорт «Лейквио». Сорт отличается большим выходом белка и высокой масличностью. Но сорт уже более устойчив к засухе. Вы можете отметить, вот как раз «Манитоба» и «Лейквио» в Краснодарском крае – это одно и то же хозяйство. Стоил кропхит юнитов – это небольшая разница для сорта сои. Это, в принципе, в районе 10 дней. Но урожайность на сорте «Лейквио» уже на 5 центров больше, чем на сорте «Манитоба». До 2018 года, в принципе, компания «Мираторг» и не подумывала о собственном семеноводстве. Приобретали все с внешнего рынка. Первая проблема возникла по многолетним травам. Мы приняли решение, построили семенной завод в Орловской области мощностью 5000 тонн, посеяли 10 тысяч гектаров многолетних трав, порядка 12 разновидностей. То есть, таким образом обеспечили себя собственными семенами. По следующим культурам точно так же мы вели поиск наилучших сортов, в том числе сои, и остановили свой выбор на компании «Консиц». В принципе, одним из движителей того, что мы начали с этой компанией работать, мы построили второй завод. Мы запустили его в августе 2023 года по производству семян зерновых и зернобобовых, мощностью 25 тысяч тонн. На сегодняшний день мы подработали уже порядка 80% семян сой. У нас есть в продаже семена трех сортов «Юкон», «Альберта», «Фулфорд», которые уже находятся в регистрации. У нас есть документы на него. Осталось примерно по 500 тонн каждого сорта. Поэтому, если кого-то заинтересовало, мы, в принципе, находимся здесь и в режиме общения можем с вами обсудить все возникающие вопросы. Спасибо большое. Все мы знаем, что компания «Аграсура Стрейд» является ведущим дистрибьютором основных мировых филопроизводителей средств защиты растений, семян и инновационных продуктов. Сегодня я представлю данную компанию как сельхозпроизводителя. Дело в том, что в 2022 году компания «Аграсура Стрейд» запустила проект под названием «Акваферма». Главной целью данного проекта является выращивание и размножение семян основных сельскохозяйственных культур. Пока мы занимаемся кукурузой и соей. В планах есть озимая пшеница. В прошлом году это было 200 гектар, в этом году 400, на следующий год будет 600 гектар. Это собственные земли, расположенные на территории Новоусманского района, на территории хозяйства «Логус Агра» КФХ «Алименко». Вы все знаете это. В этом году мы выращивали… на размножении выращивание было три сорта. Сорт «Эша» и два эксклюзивных сорта «Бирюза» и «Прогресс». Я остановлюсь конкретно на этих двух сортах. Сорт «Бирюза» – это совместный труд американских и российских селекционеров. Сорт «Бирюза» в период вегетации – это 100-105 дней, укладывается вполне. Очень мощное растение, способное к ветвлению 3-4 побега с междурядием 35 см. Мы высевали данный сорт. Залегание, формирование, вернее, первого яруса на высоте 10-12 см. 8 ярусов в среднем получается на растении. Сорт с явно выраженным таким рыжим опушением стебля и бобов. В среднем получается 2,5-3 семени в одном бобике. Данный сорт в этом году у нас показал урожайность от 2,2 до 3,4 тонны. Все зависело от подготовки почвы и предшественника. Так как данное хозяйство, на территории которого мы работаем, овощеводческое, то, естественно, нам приходится выстраивать все в оборот. И там, где было дискование, урожайность, соответственно, была 2,2-2,3, а по пахте и глубоком рухлении от 3 до 3,3 тонны на гектар. Второй сорт – это прогресс. Сорт казахской селекции. Селекция говорит сама за себя, что это засухоустойчивый сорт. В документах, которые мы получили при обретении данного сорта, говорилось, что это засухоустойчивый, низкорослый, в среднем 53 см сорт, который имеет массу тысячи семян 130-134 грамма. Что мы увидели на своих полях? Данный сорт у нас был разбросан на трех полях по разным предшественникам. Ячмень, кукуруза, подсолнечник и даже капуста. Сорт очень пластичный, даже по отношению к подготовке почвы, потому что только по ячменю у нас была пахота, все остальные была весенняя дисковка. Очень пластичен по отношению к подготовке, к обработке, вернее, почвы. Очень пластичен и устойчив к химическому воздействию. На одном из полей мы вынуждены были применять очень жесткую схему защиты с кламазоном, потому что падалица подсолнечника, потому что щирица, потому что марь. Поле было посеяно 8 мая, а 18 мая уже вышел весь ассортимент сорняков. Мы отработали вначале просто глифосатом до сходов, а по вегетации уже применили вот эту жесткую схему. И кламазон был в дозе 0,64. Естественно, что там был и тифенсульфурон, и бентазон. Конечно, был ожог, конечно, была приостановка в росте, но данное поле дало нам урожайность 3,3 тонны. Я считаю, что это все-таки достойная урожайность. При массе тысячи семян 143 грамма. Высота. Высота была, конечно, высотой. От 150 до 170 сантиметров. Да, он не выдержал, потому что он сам по себе очень такой, знаете, тонкий, изящный, светлого такого, светло-серого цвета. И створки бобов у него тонкие. Были такие опасения, что он будет растрескиваться. Но, увы, он не оправдал моих ожиданий в этом плане. Несмотря на то, что мы диссекацию проводили в середине сентября, вот конкретно этого сорта, а к уборке приступили практически через месяц, с 8 октября. И крайнее поле мы убирали уже 5 ноября. То есть затянулась уборка, но урожайность была. Вот самая низкая на крайнем поле, где уборка была 5 ноября, 2,5 тонны. А остальные поля показывали 3,3-3,6 тонны. Протеин был базовый 39,6. Компания Агросора Стрейд с следующего сезона является официальным дистрибьютором компании Прогрэнси Вита. В нашем портфеле будет два сорта – сорт Кассиди и сорт Алина. Я думаю, что многим уже знакомы эти сорта. Кассиди – старый, забытый, хороший сорт, который высокоурожайный, высокопротеиновый. Кстати, масса тысячи семян по этому сорту в этом году составила 205 граммов. Также достаточно высокая закладка нижнего яруса на данном сорте, и высокоурожайный, с высокими показателями протеина. Сорт Алина ранний, достаточно ветвиться, с высокими показателями как урожайности, так и протеина. Поэтому по приобретению данных сортов можете обращаться к Агросорос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...